ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, готов! Мы как будто и не прощались Да-да Как будто мы Повернулись и вернулись Ну да Я сейчас по этим По файлам, то что прислали Вот я делаю сайт, вы смотрите его Я уже там разобрал Одиннадцать вопросов Там более тысячи страниц уже сделал Вот Ну вот то, что я съемку присылал Какой я сайт делаю Ну а то, что я разбил по файлам, то это ничего? Ну это будет Я сделаю на этом сайте Я сделаю раздел Такой будет называться статьи Нормально это будет И я туда вставлю эти файлы Тут еще важно то, что пишет-то кто там Это представитель патриархии Который рядом с патриархом Кириллом Во внешних церковных сношениях Я буду ставить ссылки И буду это выделять Жирным шрифтом, что от кого это Ну да Я буду помечать Помечать конкретно Эти статьи Что они взяты не просто так А конкретно Чьи-то И буду давать ссылки по возможности Ну а там все указано в конце Какая газета Какой журнал Откуда Да И я буду это выделять конкретно Чтобы уже человек мог прийти по ссылке И уже удостовериться Ну я тут один еще файл в углу затерялся Я дошлю его Он большой Как раз о том, как в лагере Это же отдельная область совершенно Мы были единственный лагерь на весь Советский Союз Больше не было никаких православных А то теперь их стало больше И там уже приезжали корреспонденты Что там было Однажды у меня было так Там встретите статьи очень хорошие Между колоссиями и звездами там кажется Ну один его Александр Тихонович Зачерников Ну а потом что-то с ним случилось Я не знаю Долго мы не виделись Я к вокзалу встречаю Он говорит Тут я уж должен сознаться вам Мне, говорит Против вас статью заказали Я говорю, а кто? Радиостанция Свобода, Англия Вот куда вышли мы Я говорю, и чё? Да не чё? Говорит, да Полтора месяца прошло Говорит, ничего не могу написать Ну а ты знаешь, что им надо-то писать-то? Ну Ну вот кто-то, что я знаю-то Они ищут-то негатив А он был в лагере Деревня ещё не начинала строиться-то И мы знакомы были, встречались Они меня там в депутаты продвигали А я сон увидел в ночь-то И утром сказал, нет, я не пойду Меня Господь предупредил Они тогда искали диссидентов Которые пострадали от советской власти Которые жёстко стояли, чтобы против Ну тогда ещё был коммунистический режим Это примерно 89-й год Вот он статью заказную получил А ничего нигде нету Я ему сказал Саша Ну неправду будешь писать Тебе это надо А он уже принял её статью Ну я сказал Саша, меня трогать нельзя Я тебе скажу заранее А почему? А со мной Господь А как он? Очень просто И вдруг мне передают из редакции Вы слышали, что с Черником-то было? Я говорю, нет Ну несколько дней, может, прошло Он где-то деньги занял А рассчитаться не смог Ему включили счётчик Он бросил жену и ребятишек Исчез и по сегодняшний день Уже лет десять Даже больше Больше, больше Лет двадцать, наверное Вот так Ну это отдельная строка Это его статьи Там будут они Хорошие статьи Видно, что он талантливый такой Корреспондент Вот А вот я думаю ещё А Сейчас я забыл Как его Звать Сейчас Секунду Судников Николай Николаевич Да Вот О нём Там ничего Не нужно про него Может быть тоже полезно будет Вставить информацию Ну А от него что В конце Там Попадётся материал Как он пришёл к нам Он сам пишет Вы найдёте этот материал Лучше всего Ничего не добавляя Взять его материал Ну я да Я и думаю Вот Взять форму конкретную И подставить Да Он говорит Россия на рубеже тысячелетия Или Почему я стал зарубежником Он подробно о себе описывает Какой он был Если эту статью трудно найти Я её сейчас из истинного православия Скопирую И вам пришлю Ну да Мне Мне конечно Поудобнее Потому что У меня Вискать тоже Неудобно Руки Руки Это сам Она не слушается Я её Сую А она меня не слушает Иногда Отказываю Совсем Вот бы Бог сотворил тебе чудо то Чтоб пальчики твои заработали Да Ну это вообще было чудо Это огромное чудо А у вас записи были когда вот ещё до этой аварии На магнитофон Да есть у меня конечно У меня видео есть записи Ни одной записи не сохранилось Много есть Тогда ещё до этой беды да Ну да У вас голос сильно изменился Да нет Голос у меня Такой С 15 лет А А А вы не пели никогда? Нет Пел Пел Писал Меня Меня приглашали Вот Из-за голоса У нас Асистут в один Приглашали Ну вот Я не помню как Факультет называется Ну вот В общем Дикторы там Различные Вот Как это называется Ну тембр голоса Такой вот Людям нравится И меня приглашали там Ведущим на передачи Там знаете Вот такие вот И приглашали в институте Отучиться на В факультете таком Угу Я тут сейчас Переписку вел С отцом Сергием И я его перекинул На вас там немного Он говорит Посвящаемостью этого Степаненко Который там на Б Поехал-то На женщин-то 300 тысяч в один день Прямо смешно Я только написал Говорит батюшка А у Расторгуева Четыре с половиной миллиона Он на гармошке играет Иногда матершина Песни поет Ну а конечно Это результат какой Конечно Вот они взяли Урну поставили А люди идут мимо Ну урна Она и урна Урна с урной То не сходится Взяли туда Поставили такой магнитофон И он Плачущего ребенка Голос издает А урна то не такая Большая И каждый идет И заглядывает Ну посещаемость какая Миллион А еще нет одного урна Так и здесь Можно орать Кричать И привлечь внимание Людей то Ну что это даст то Мы же этого не можем делать Люди Должны искать Спасения Пусть он один будет Но один спасенный Чем 100 миллионов то Ну он показал Какие теги тут Поддержку их И тегов искать надо Но он Очень верит Что вы тут сделаете Настоящую раскрутку Но я не знаю Для меня это Непонятно как У меня Он говорит 300 тысяч в день У меня если 300 человек Так это редкость Может быть один раз в месяц А обычно 240 На форуме Будет расти постепенно Ну да Постепенно будет рост Вот они У меня приходят Каждый день Стабильно 240 250 И ни один нигде Ничего не говорит Вот два месяца Ни одного предложения Не считаю Нашу администрацию А чего они тут сидят Люди то эти И потом только узнаю Вот мы с сыном Мы уже хотели уходить Из интернета Наконец на вас натолкнули Сейчас каждый день Мы здесь пропадаем Люди приходят Они находят Духовное утешение Они меняются Вот Нет что самое интересное Что самое интересное Вот Допустим по теме Сейчас ведем Да тему Вот такой Ну если тебе этот Лапкин Ты ее не нравишься Если он тебе не понравился Да брось ты Да иди Свои себя по своим делам Так уже третий день И муссируется тема И следят 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 И каждый фильм смотрят Ну если тебе не интересно Зачем Зачем Перезвонить Ну да Они это главное Что я представляю Вот эти тетки Они Ну на нашей улице то С ней не о чем говорить Абсолютно Совершенно А тут то ее никто не видит Она из себя Загибает там Показывает Вот там Игнатия Брещенинова Она ничего не считала Ей это Но тут она может Покачеврышище там поговорить Я смотрела Я заходила Я слушала Вот пускай на вас Говорит Вы моими глазами Посмотрите Да зачем мне твои то глаза У меня свои есть глаза Смешно Смешно даже Ой Ну и женщина Получает Получает Мужчину Женщина Да понятно Она никакая Ну да Ну да Вот Ну вы Человеки Возомнили Вот о себе И темы живут Тут Да Они Да Они Ну я говорил Как мне один епископ И говорит Мы книги то Сдали Я уже повторял это Год прошел Книги все вернули из библиотеки Сказали Говорят они полки занимают Ни один человек не считает А книги стоит Феопан Затворник Стоит Игнатий Брещенинов Дали то Книги то хорошие У них своя типография В этой В епархии И книги вернули Никто не берет Лапкин какой то Неизвестный даже Говорит то не о ком Говорит Книги берут и мало того Воруют А книга Если воруется Это означает что Она не мертвая Ее хотят люди иметь Ну разве это справедливо Я говорю конечно не справедливо Но Почему дальше не сказать Что в моих книгах Я обращаюсь К Игнатию Брещенинову Допустим 350 раз Он у меня здесь в книгах Феопан Затворник У меня встречается 180 раз Я так примеру просто говорю Я же не отрицаю их А обращаюсь к ним Но Слово Божие живо и действенно Я все это Привлекаю на сегодняшний день Вот она стоит Книга Библии Стоит мертвая Но вот я теперь Читаю одно слово И полное внимание Я сразу владею всей аудиторией Допустим В Третьяковской галереи Я немного говорю Вот агнец Божий Который берет на себя Грех мира В книге записано Евангелие Евангелие от Иоанна 1.29 Ну дальше-то никто Ничего не идет А я теперь конкретно На картине Иванова Явление Христа народу Объясняю Что это такое В какое время Так почему они слушают Потому что Эта картина оживает Я в этих посетителях Которых крещение Ввожу Их самих Этих людей Я вам вспоминаю Я уже не знаю Может быть вам и рассказывал Что-то Тогда был Ленинград Этот город Висакиевский собор Мы пришли Ну она Диктор Ну мы пришли Охота посмотреть То все это И она А она На вратах На царских написано Войдет царь слава Он об этом говорит Поднимите врата верхи ваши Из псалтыри то И она объясняет Она говорит Это означает На Пасху Священники так одеваются Красиво И такое песнопение Вверхи врата То есть двери открыть Она училась на это Но тут она Неправильно говорит Я стою ей рядом Она молоденькая совсем Я говорю Это неправильно так А как Я говорю Вы мне разрешаете говорить Конечно А тут А там как-то Три или четыре группы По разным сторонам Храм то большой Исаакиевский собор то Я стал говорить Это означает После победы Христос воскресший Как бы Как бы Имеет Славу большую Чем вот Когда он был на земле Он говорит Прославь меня Отче славы Которую я имел у тебя Прежде создания мира 17 глава говорит И вот Христос то ни перед кем Не изгибается А поэтому дверь Ворота в царство небесное Это Теперь его не могут Они вот здесь вот Поднимите врата верхи ваши То есть В верхнюю перекладину Поднимите Чтобы царь славу вошел Кто здесь царь славы Господь сил Он царь славы Она говорит Тогда говорите все вы Ну я Она мне отдала эту экскурсию Это я начал тогда Подробно рассказывать Иконы Ну все На сегодняшний день Вторая группа увидела Что тут народу много Подошла третья Четвертая Они с одного конца там Запускают А из другого Выпускают А тут никто не выходит Весь Исаакиевский собор Забился Меня поставили повернуться И Ну голос у меня был Очень такой Зычный Ну они все слышали Там билеты продают А зайти не могут Храм то забит Ну они тогда Что случилось Такого никогда не было Зашли Он целиком По стенкам даже Вплотную люди друг к другу А которая мне дала И говорит Нам говорит Замещание уже сделали Вы не могли бы Подвинуться туда к дверям Чтобы люди то выходили то Ну народ то за мной тянется Не выходит Мне пришлось выйти на улицу Ну и тогда народ стал вытекать А такое же состояние У меня было В Третьяковке Собор Василия Блаженного Он тогда открывался иногда Где бы ни был Живое слово Вот что нужно людям А не то что Игнатий Бричанинов стоит Ну стоит и стоит Но я из Игнатия Бричанинова Беру одно предложение И внимание всех обращено Он говорит Ты видишь этот поток лжи Вот это проклятие Божие Ты не думай Немощной рукой Остановить это Не остановишь Тебя сметет Вот это фраза Теперь я привлекаю внимание Как надо действовать Игнатий Бричанинов Он был там Благоскавказский Епископ Ну царь поставил Близкий его друг то И вот он Поехал В командировку Он то монах А в России то было В это время 1825 кажется В монастыре это И он говорит Едва ли четыре есть Где есть духовная жизнь Едва ли четыре Какой же процент то Вот и все Это не Игнатий Лапкин говорит Я показываю какой том Какая страница Все это привожу Они стонали Они бились Они не знали что делать Ну вот появляется Редсток Из Англии И пролетками На конях же ездили то Забито все По улицам нельзя проехать А Феофан затворник Затворник то что означает Он не идет никуда Он сидит Это умница был И он теперь пишет Против Редстока Статью я читаю Что русские люди В церковь не ходили Не знают какой то Англичанин там Приехал Простолюдин Получает Я понимаю его ревность Лев Толстой об этом В романе Воскресенье Описывает Какое было впечатление Князья Бароны Все съезжались Он простым языком Говорил к народу Вот спрашивает Ну а кто самый популярный В это время был проповедник Я говорю где В мире Ну тут Гадать не надо даже Чарльз Пержин Король проповедников Он в Лондоне был Самые низы Опустился туда И Его проповеди Живые были Вот в чем дело то Живая проповедь Должна быть И когда Опрашивает иногда Бывает опросный лист Кто вам больше нравится Что вы считаете Какую пищу любите Ну Такой вопросник Домашний как бы Ну и Фридриха Энгельса Спрашивали Кто вызывает Самую большую антипатию Я то это считал Когда Еще советская власть Тогда была И он отвечает Чарльз Спержин Я его не знаю Кто он такой то Ну О нем нигде нету Интернета не было Но я сразу же нашел О нем где написано то Я понял почему У Фридриха Энгельса Не было даже малой Толики того Что имел этот Они трудятся в одном месте В одном городе Ну к этому пять человек пришло А к этому пятьдесят тысяч Это большая разница И поэтому он Вызывал у него антипатию И вот эта антипатия Ко мне это понятно От чего и как Вы просто людям говорите Мое не православие В вашем понимании Когда вы Библию не знаете Приводит людей в православие Ваше православие Не может даже удержать готовых людей За вас люди уходят толпами Хотя если одна душа По твоей небрежности погибнет Ян Златовус говорит Всей жизни тебе о священник Не хватит рассчитаться А то есть что они говорят И проще Они не знают И ничего совершенно Им духовная жизнь не нужна Она к батюшке прижалась Батюшка обещает Царство Небесное прощение грехов И полное послушание взамен Все Я знаю эту сделку Она не от Бога От Бога Это полная стопроцентная отдача Что скажет мой Господь У меня есть такое песнопение Что скажет Бог То есть реку и я Нет Вот они называют Допустим Секты Да Лапкинцами Вот возьмем любую секту К примеру Ну любую абсолютно Вот возьмем там В Семире то есть Этот тоже Как же его называют Богом себя назвал И Христом себя называет Как Как его зовут Ну ладно Бог с ним Любую секту возьмем Бывший милиционер то Какой Бывший милиционер то Который Христом себя называет Ааа Виссарион то Ну да Вот возьмем Тороп Торопов 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 Сейчас бы я допустим Выставил бы комментарий Вот Сергей Торопов Да Ну меня бы по фразе По одной кинули Сказали Да ты придурок И все И они бы больше не зашли бы Они бы меня в черный список поставили Сразу И тему бы закрыли Вот Ну если Лапкин секта Почему вы Почему вы Третий день Вот уже Так обильно Поливаете Вот Комментариями Об эту тему Почему вы не отступите Я думаю потому что Душа то чувствует Душа чувствует Вот А ум Ум отрицает Понимаете как Вот Поэтому И не могут оставить эту тему Потому что Она волнует их Эта тема Да это так Правильно вы мысль эту подали Что Вот у нас У меня знакомый священник тут был И он говорит У нас говорят В епархии Гипархиальное собрание Когда бывает Ни разу еще не было Чтобы Когда открывает Архиерей же открывает Чтобы он по вас не прошелся И заканчивает Опять вами Вот и все Есть Баптисты Адвентисты Пятьдесятники Кого только здесь нету Никого они не трогают Только меня Я знаю почему Я знаю Потому что я в самой Сердцевине Вот этой беды сижу Там где Самая большая порча Я конкретно Говорю Что вот Вы стоите Взяли Ключ разумения И сами не входите И в хотящих не пускаете Ну батюшка за нас ответит Как он ответит Когда оба упадут в яму Оба Ты что надеешься Он слепой тебя поведет куда-то Самые грозные слова В священном писании Против священников Я отломлю тебе правую руку Вырву глаз твой Считай Захарию пророка У меня есть эта тема о священстве Что Иоанн Златоуз говорит Поэтому А баптисты то их не трогают Они отвергли там свое дело делают Да если бы я был Баптист Да я бы уже говорится 440 общин образовал бы Народ прям сразу же прилипает И к нам по Теревку едут Призывают еще Чтобы я приехал у них там И снова провел занятия Это не один Ну не один не два Но я всех до единого До единого Направляю в храмы Московской Патриархии Здесь ничем нельзя объяснить Когда люди узнают Слышат Как я беседую в разных деревнях Там В городах В городах Собирая людей И всех направляют Да ничего сумасшедшие попы Да вы же такую пользу делаете Это даже высказать нельзя Ну вот объясните тогда чем Христос пришел Умереть за грехи людей Почему они за ним гонялись Субботу исполнять не так Зернышки там ученики съели Чего они за ним гонялись Они были враждебные Парисеи Саддуке и Родиане Но против Христа все объединились Все Они поздравляли друг друга В откровении 12 глава Когда убьют двух этих пророков Светильников Князья мира будут Поздравлять друг друга Я вот Даже в теме в этой призываю Я говорю Ну ладно Если вам не нравится Допустим Учение Там Лапкина Не учение А его Сумозаключение Ну вы не следите за ними Вы научитесь Хотя бы от него проповеди Научитесь И как патриарх призывает Идите И проповедуйте Евангелие Если вы маломальски Знаете Христа Проповедуйте людям Так эту тему Моментально закрывают Как проповедовать Мы пойдем Нам Наш телевизор Ближе Это самое Что же Докладильник Куда мы пойдем Проповедовать Что же мы сектанты что ли И тут же тему Закрывают Ну как вы Закрываете Когда с вас Христос Спрашивать будет Что ты для меня сделал Ты Узнал меня Почему ты Не рассказал Ближненький Не рассказал Обо мне Ну это же Важно Это же Первый вопрос Так нет Закрывается Это сразу Давайте Кости будем Лапкину промывать Какие там проповеди Тут нам Нам бы Кишки Кости бы Промыть Наугу Найти в нем Каких-то червей А что там Каждого у нас Копни Любого Поставь И начни его Под рентгеном Рассматривать Там Кошмар Что будет Ну я не знаю Заклипнешься От ужаса Простой вопрос Скажите Сегодня у нас 14 декабря 2013 года Вот на сегодняшнее число Назовите В живых Кто у нас есть В России В Российской Федерации Кто в вузах В тюрьме Как узник Проповедовал бы Слово Божие И грешники Каялись Я имею ввиду православных Одного еще Назовите Кого-то Больше не надо Одного Вот вы им задаете такой вопрос А сидеть то сидели Были такие Которые православные то сидели Больше еще не надо Покажи Веру твою Без дел твоих Ее можно показать Без дел Хотя нечего там показывать Но Яков так говорит А я Покажу тебе из дел моих Они прямо умирают Вот где Притом священники Греха не боятся Наши люди Здесь есть На южном Приходят наши прихожане Когда батюшки то нет У нас идут в разные храмы Ну на неделе бывает Праздник Вот видение было Наши по разному Где кто живет поближе Храмов там много сейчас И вот выходит священник А там люди то меня и не знают Я же не вылажу нигде Вот не вылажу Я из дома не выхожу За всю неделю Еще ни разу за ворота не вышел Даже Мне хватает Я голубям слажу Покормлю Выйду И вот он говорит А вот Лапкин И говорит он Бывший зампрокурора Бурдин Отец Николай Он закупил всю прессу На американские доллары Из-за того что обо мне говорят Меня призывают на телевидение Обо мне снятый фильм Во втором я главную роль занимаю Три фильма фактически Государственных Это не какие-то На большие там бобины Когда еще были-то И фильм занимает первое место На международном киноконкурсе Они от злости лопаются А вот он сделал то-то Это говорит не где-то А в храме Называет по имени меня По фамилии А это запрещается законом Законом Затауз говорит Вот в частном порядке Я с вами могу А в храме это не разрешается Они даже священники Это не знают И что он лапкин Вот такое снабжение Вы понимаете Вот сейчас приехала Там телевизионная От такого-то Или приехала Директор Кэстонского института Из Лондона Ксения Деннанта Ее привезли сюда Из Останкина А то какие деньги то ему надо иметь И везде Кто его финансирует Я один раз сказал Никто не финансирует Им просто это интересно узнать то А что тут интересного Не знаю Но когда она побыла Директор Кэстонского института А она словами Сарисы Савской Сказала Мне как-то в половину не рассказали Того что я увидела Вот и все И написала Прекрасную статью Она У меня здесь в книге тоже есть Может быть Как раз здесь Ксения Деннан Ну а мы то Почему такие не интересные Я тоже им вопрос могу этот задать Ну хорошо Ты на мне попрыгал Попахал Там бороз доставил Дело то стоит Ты смотри сколько всяких дел то у нас Какие дела то интересные Они не работники Поэтому Я что могу дать им Да Ну Тут Говорит Как говорится Акцент Не на этом Нужно ставить А дай бог Что Люди Думающие Увидят Эту переписку И заинтересуются Ну да Бывает так Что заинтересуются Я сейчас отцу Сергею говорил об этом Я говорю смотрите там 300 тысяч Заходит А у меня 300 человек Нету 240 в среднем заходит 250 Но они заходят в течении двух месяцев Стабильно 250 Ни один Ничего не говорит Ну это же не Не просто заглянул Посмотрел в эту урну Там ребенок плащет Ну и миллион можно набрать Расторгуев я говорю Он на гармошке играет Матершинные песни поет У него 4,5 миллиона Посещение Ну у меня то 250 50 всего лишь Но они приходят Стабильно И проводят Время здесь Изо дня в день Зачем Ну а там он заглянул Он больше никогда не приходит А другое интересное Меняются люди Не меняются С чем они ушли С чем пришли Статистики Никакой нет А я вижу конкретную статистику После этого люди Обращаются Звонят Вот сколько у меня сегодня Где встретиться можно Я не могу отбиться Я не встречаюсь Ни с кем Ну как так вот вы Я хотел узнать Я говорю Вот стоит Покровский собор Где архиерейская служба Там идут занятия Идите Да это все не то Отвечают они Идите в епархию Он уже не один раз звонит Тоже Сергей звать Ну так назвался Я говорю Иди Туда Да я был уже в епархии Почему вы не хотите Вроде Люди там вербуют Я говорю Я не встречаюсь Я вам ответил Больше не звоните Вы в интернет не выходите Там есть мои книги Я сам по себе Ничего не знаю Вот у меня книги есть И самое главное на сайте Ответ 4124 вопроса Это никогда и никому не создать больше Я вот Ой как они не любят эти слова Вы как на себя берете Да так Это моя биография Я отвечаю с того что я знаю Как Андрей Кураев говорит Вот это смесь Он уже такой Везде со всеми встречается У него такой огромный опыт Он психолог хороший Но он прямо говорит Что Это нельзя объяснить Никак Это нельзя Непонятно Он удивлен Как это может быть Но это Бог мне дал Это моя миссия На что вы вокруг говорите Ну Это ваша миссия такая Знаете Что я живет Без лукавства Допустим У любого Спросителя Я не могу сказать Ну так Ну давай не будем лукавить Мы с тобой люди У нас с тобой внутренне Одинаковые Мы одни одинаковые Но любому человеку Хочется рассказать О делах своих Но в том случае Если есть дела А у кого есть дела Рассказал бы Да нечего рассказать Я вам переслал файлы И там О делах Какие я делаю Говорит пресса Местная Районная Краевая Российская И зарубежная Это не мои слова Отзывы прокурора края Это генерал-лейтенант Отзывы Мэра города Я их не прошу Это без меня Там От КПРФ Выступают Разные Какой я большой вклад Вношу в нравственное Здоровение Алтайского края Ну Значит дела-то об этом говорят При чем тут я Что я должен делать как вы То есть не делать ничего Я не могу этого Вот этот материал о патриархе Тогда он был еще Митрополит Смоленский И калининградский Кирилл Гундяев Что священникам Говорит Выходите на перепутье дорог Вам эту статью выслать? У меня есть Есть Ну вот и все Они думали храмы открыли Наполнили Он говорит Вся да будет так Меняйте тактику Он прямо говорит Ведь нам нужно Переформатировать Сознание народа Это его фраза Мне это дорого и близко А вот это вот Сейчас мыслами Они будут патриарх Грызть за это Начнут тут же Грызть его Просто это еще не знает Никто не читал Да И не знакомы с ней А начнут И на него В часы Увидали там Отражение Вам сцепились Скажите они Полгода их трясли за эти часы Это его часы Ему подарили Вообще непонятно Какая его вина-то в этом-то Часы Дорогие Да какое дело Из-за часов бы я смотрел Он говорит правильно Я Говорю Да так аминь Но если он не говорит о Христе Я сразу же говорю Это неправильно 20 минут говорил И слово Христос не помянул Ни разу Это неправильно Ни разу не перекрестился Почему это не сказать-то Он тоже человек А крестное знамя Это свидетельство наше Ты можешь не креститься У тебя рука недвижимая Ну а у кого руки-то есть Почему не перекреститься-то Мы же православные Щиванец с православием А православие не нюхали даже Понятия не имеют Быть православным это очень ответственно Сегодня православным стыдно называться Это идолопоклонники Как поносят сектанты Посмотри И они имеют основания под этим Под своими словами-то У нас Православные Православные Тут надо смотреть в корень В корень самого слова Это Это славный человек Который славит свою веру Славит Находится в этой славе А чем вы славите нашу веру И чем вы ее прославляете Прославляете не только Ложными обличениями Вот И все Кого-то поносите И вот В этом ваше слава В этом ваше православие Вы докажите Столь православие Делами своими Православие Да-да Православие заключается В одной молитве Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Все Вот православие Все в этом и заключается На это ушло шесть вселенских соборов Шесть Седьмое Уже иконопочитание Я повторяю Шесть соборов Вот оно Как глухонимые показывают Шесть Я это принял Тут ничего не надо исследовать Люди голову ломают Вот этого не надо делать Я православный Я принял все На этом кончено Вот придут Вот у меня родной брат Протеерей Вот только он заходит Ну наши Ну так принято Батюшка благословен Я никогда не подхожу Нет То есть подхожу Когда мы долго не виделись А как А сейчас в храме мы будем И там придется ко Христу подходить Тут я подойду Мне этого достаточно бывает Вот иконы зайдут У нас не принято Чтобы по иконам Ходили целовали А как Ну как только ко Христу подходить Лежит Евангелие И икона праздника там Или воскресение Христова Каждый прилагается У нас двое подходят Синхронно оба кланяются Двое Потом Поклонились Поцеловали Дальше напротив Открытых царских врат Остановились Еще один поклон Поворачивается к батюшке Следующее Сначала Дети Дети Которые там Лет до семи может быть Мальчики Потом девочки А потом только мужчины проходят И так же к причастию А потом уже После мужчин Идут тогда маленькие девочки Которые побольше роста Мы до остальных женщин У нас очень строгий порядок Да Правильно он сказал Ну неправильно сказал этот Кураев Он не знает этого Что у нас опоздавшие За пятнадцать минут Неправильно Я поправку сделаю Мы должны Когда находятся в трапезной Они Ну допустим я Или у нас смотрители Специально выбраны Смотреть за порядком И они говорят Мигнут светом Или так Семь минут осталось До службы Все заходят Тогда я захожу и говорю Встанем все Для молитвы Все встали Кто даже больные Все встали Все семь минут Полное гробовое молчание Семь Не пятнадцать И все молимся Благодарим за эту неделю В полной тишине Настраиваемся Чтобы у батюшки Было огненное служение Чтобы нам не дремать Здесь мы пришли После этого открываются Царские врата Дальше уже служба Ничем не отличается А кто опоздал Семь минут Эти они стоят в притворе Уже они не имеют права зайти Семь минут А как только семь минут Кончились Тогда все опоздавшие заходят А которые позже придут Бывает и такое Они с дежурства Там или где-то Бывает авария На дороге Там затор какой-то Они придут И стоят в притворе Как правило До оглашенной изыдите Оглашенной изыдите Кто готовится К окрещению Отлученные За какой-то грех За проступок Они выходят А эти все заходят Сейчас правда Мы сделали так Когда батюшка идет Кадить Народ маленько расходится И тогда за ними И люди заходят опоздавшие У нас нельзя ходить Толкать Мы пришли Богу молиться Все неправильно Такие правила Если вести церкви Наши Трамы Опустеют Это Вот батюшки жалуются Что Да Что времени нету Ну мой отец Аким Я каждый раз говорю Не знаю Говорил нет Вот он Приехал Я сейчас не знаю какой город Ну там центральный в России А батюшка знакомый Где-то в монастыре кажется Он говорит Видишь сколько Больше ста человек Исповедников Ты не поможешь Ну что я буду У нас как-то не принято Так чтобы Чужая паста Ну я хочу Чтобы ты Ну Да ладно Но я скажу не так Как ты говоришь И люди обидятся Нет это как раз то и надо А то они у меня расхолодились Ну батюшка вышел Народу много Он говорит Меня звать отец Аким Я вот Благощинный Алтайского края Такая русская Зарубежная церковь Теперь вот объединились Все вместе Ваш батюшка меня благословил Исповедовать Ну так вот Я хочу сказать Я ему сказал батюшка Я по своим правилам буду Как у нас принято Первый вопрос Кто не постился В среду пятницу и в посты Ну хотя бы вот этот и дальний пост который Тех я исповедовать не буду Вы со своим батюшком разберетесь Можете сразу уйти Ну и представляешь сколько ушло Процентов 85 Дальше Мужчинам говорю Кто бритые бороды Я не бритых не исповедую и не разговариваю Бороды отрастут Тогда придете Мужчины все вышли Остались два старичка Четыре бабушки Он говорит Ну вот этих я буду исповедовать Вот и все Освободилось А эти то теперь это запомнили И для батюшки того удивительно Он спрашивает Кто в постели Все постелись Они ушли и все постелись И батюшка свой то когда начал исповедовать А у него оказывается тут изменения большие Да он рад то как еще Ну маленько то Ну делай как положено Почему Иоанн Златоуст говорит Лучше тело мое Вот это Адам Псам Чем тело Христова недостойно причащающемуся Ну возьми это за основу то Я что говорю Это сектантские слова Вот так Ну а больно можно назвать сектантскими Скажут ты что нас в отвести ограничиваешь Нам Христос свободу дал А ты нам слепишь какие то уставы там Да Притом это почти везде Я если нахожусь где то и будет встреча со священником Я обязательно В виде вопроса хотя бы Вот я зашел Торгует у нас тут человек один Знакомый Ну у него там Итальянские товары Хороший магазин то А рядом он сделал для церковного Там ладан Там все у него Свящие книги религиозные Ну зашел один священник Я говорю а вы как крестите Ну как Как везде То есть лбы мощишь только Он у меня Но как А почему ты не крестишь Рядом вот течет Так а я же нахожусь Говорит А там вообще река Кулунда Так а что они в реке будут А ты хотел где В Лоханке Главное батюшка зашел А он тазик налил в тазике Ну там сантиметров 10 воды то И человек стоит одетый совершенно в галстике Он его лбом тук тук в тазике Об нос Ты что тебе головой то Ужас какой По телевизору показывает Батюшка говорит Крещение это такой акт В котором человек Трижды погружается с головой А сам ребенка вот так вот держит Под мышкой Ноги торчат И ладошкой на голову Погружается Говорит слова то правильно Как написано в требнике Хорошо если в тазике А то же делают как Подворачивают Штамы подворачивают Это самое Рукава закатывают Ребенничком крестят Безобразие какое Безобразие Никакого крещения нет Это обман Это профанация крещения Абсолютно Никому не позволено Что-либо нарушать в уставе Ну я это сказал Какая моя вина Я привел то что говорит Патриарх Алексей Второй Ридигер Я говорит полтора года назад На имперхальном Московском собрании Сказал крестить Только в полное погружение Меня 98% Священников не слышат Но 98% это много Это патриарх все о Руси говорит Вот и все Сейчас уже Уже постановления идут По церквам идут Чтобы крестили По полному Как говорится По канонам Крестили уже Чтобы Буктистерии Строили И все Чтобы уже И причем это Не то что там Предлагается А это в обязательном порядке Уже постановления Идут такие По церквам Ну В том 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 Дождь Это дождь Слава Богу Слава Богу Вот видишь как Мирный Господь Вот так Мирный Господь Мирный Господь